Господа, наши деды были просто гениями. Они были не просто крутыми, чтобы замудить с вашей бабушкой. Они были также чертовски хороши в выборе аксессуаров. Первым в списке классическая расческа. Верьте или нет, но расчески существуют уже 5000 лет. Это один из самых старых инструментов, которые придумал человек. И у нее есть много способов применения. От гигиенического средства до музыкального инструмента. Расчески были полезным инструментом вот уже тысячи лет, именно потому что они полезные. Расчески бывают разных вариаций и форм. Большие расчески с толстыми зубчиками. Они подойдут для расчесывания и укладывания волос. Мелкие. Они для более детальной работы. Самые популярные вариации расчески тут два в одном. И толстые зубчики, и мелкие. Вот в чем суть. Ваш дед был умным человеком, потому что он всегда носил с собой расческу. Наверное, кто-то из вас скажет, что ваш дед уже лысый, ему не нужна расческа. Ну, что сказать. Когда у него были вьющиеся волосы, то он точно носил с собой расческу, чтобы укладывать свой вихор на голове. Далее в списке рожок. Ваш дедушка потратился на хорошие обувь, потому что он знал, что это фундамент мужского гардероба. Поэтому он следил за туфлями, натирал и полировал их после каждого раза. А также пользовался рожком, чтобы преждевременно не заломить пятку. Ну, вы, наверное, понимаете, о чем это я. Когда вы надеваете обувь, и пятка загибается вот тут, и затем ломается, поэтому дедушка всегда держал рядом с туфлями рожок. Совет, когда вы путешествуете, можете использовать визитку или старую кредитку, но я рекомендую приобрести хороший рожок для обуви. Такой, как был у вашего дедушки, подлиннее. Может, с какими-то рисунками. Такой, чтобы сразу было понятно, что у этого парня все в порядке со стилем. Друзья, теперь мы есть в Инстаграме и ВКонтакте. Стильные советы, обучающие моменты, рекомендации и другое будут всегда у вас под рукой. Заходите и становитесь частью нашего сообщества. Ссылки в описании. Далее по списку подтяжки. Ремни это, конечно, прикольно, но подтяжки это просто рок. Интересный факт, что подтяжки раньше были нормой, но затем пришла Вторая мировая и начали происходить изменения. Они изменили стиль брюк, чтобы экономить на ткани. Они снизили линию пояса, это позволило существенно сэкономить на ткани, и изменило способ, при помощи которого штаны держались. Так подтяжки отошли на задний план, а мы начали носить ремни. Ремни, конечно, хорошо, правда, они не так хорошо справляются со своей задачей, но зато они были дешевле. И вот в чем дело. Для многих парней, особенно полных или худых, подтяжки подходят намного лучше. И вот в чем прикол. Если ваш живот шире, чем бедра, или наоборот, это одна прямая линия, то вам приходится затягивать пояс, что приводит к дискомфорту. Господа, зачем так мучиться, когда есть более классический и элегантный способ справиться с миссией? Прелесть подтяжек в том, что вместо того, чтобы давить на пояс, они направляют вес на плечи, что позволяет вам носить брюки немного свободнее. Только подумайте, если вы здоровяк или худой, подтяжки реально могут прокачать ваш стиль. Ведь они существуют разных стилей и цветов. Далее, господа, это классический жилет. Жилет изначально был куском ткани, которым обматывались почтальоны на лошадях, чтобы им не было холодно. Затем его развили в часть одежды, как дополнительный слой, который обеспечивал тепло. Особенно для тех случаев, когда приходилось работать в помещении без отопления. Мужчины хотели что-то, что можно было надеть под пиджак и сохранить тело в тепле. Далее жилет перекочевал в раздел формальной одежды. И за каких-то 50 лет мы уже наблюдали различные стили. Но что же произошло? Два слова. Центральное отопление. Ну серьезно, жилеты больше не нужны, потому что в офисах поддерживается комфортная температура. Хоть функционально они и выпали из надобности, но скажу так, что когда вы надеваете жилет, вы выглядите в разы лучше, чем другие парни, которые просто надевают рубашку с брюками. Поэтому, ребята, верните жилеты в свой гардероб. Далее в списке господа запонки. Вот в чем дело. Ваш прадед знал, как носить украшения. Реально, ему не надо было надевать по 10 колец или носить жерелье. Он понимал, что благодаря одежде он может носить украшения, которые будут выделять его на общем фоне. Запонки бывают разные. Можно найти металлические с узорами и подвижным крепежом, который продевается в отверстие на рукаве. Кстати, это должны быть специальные рукава. Единственное, что они могут поломаться. Мои любимые – это цельные металлические запонки. Они обычно одного дизайна. Просто задняя часть, она будет поменьше. Да, их может чуть трудновато вдеть в отверстие, но благодаря тому, что это цельное изделие, они могут прослужить вам вечность. Также есть запонки на цепочке. Это прикольная вещь. Наверное, у вашего деда были такие. Мне еще нравятся матерчатые запонки. Это уже более современные запонки. Прикольно, что они могут быть очень разные, а также они более кэжуал стиля. Давайте поговорим о формальности и неформальности. Запонки в целом будут более формальным атрибутом. Но, тем не менее, вы можете их использовать на повседневной основе. У меня есть друзья, которым нравится ходить в рубашках, но им не нравится носить пиджаки. При этом они хотят стильно выглядеть, добавить шиков в свой образ. У моего друга Энди все рубашки с французскими манжетами, и он всегда носит запонки. Он живет в Техасе, а там очень жарко, поэтому запонки – это хороший способ для него выделиться. Далее идут клипсы для галстуков. Ваши деды понимали, что эта вещь обладает функциональностью. А именно держать ваш галстук подальше от еды. Представьте, что вы в ресторане, идите в суп, и тут неожиданно галстук выпрыгивает и попадает прямо куда? Естественно, в суп. Вы точно этого не хотите, поэтому надевать закрепку, хотя нет, не надо носить закрепку, потому что они могут проткнуть и повредить вам галстук. Хотя, если это какой-нибудь плетеный или шерстяной галстук, где есть пространство для иголки, то это еще может прокатить. Но в целом я бы рекомендовал либо цепки, либо прищепки. Цепочки, наверное, будет сложнее найти, и они не всем могут показаться удобными. Лично мне нравятся. Они чуть более стильные. А вот прищепки проще. Они бывают каких угодно стилей. Как ее правильно носить? На мой взгляд, их надо закрепить чуть повыше. Примерно 3-4 пуговицы. Это прямо идеальное место. Но если вам кажется, что ниже она будет более функциональна, тогда вперед. Далее в списке – помазок. Большинство из нас, когда пользуются бритвенным кремом, наносят его при помощи рук. Да, это годится, но если вы хотите повысить качество вашего бритья, хотите лучше распределить крем по лицу, то можете воспользоваться тем, чем пользовались ваши деды. Попробуйте кисточку для крема. Они бывают разные. Искусственные, чуть более жесткие. Но вот натуральные, они уже существуют сотни лет. Просто великолепные. И идеально распределяют крем по лицу. О, а если вы делаете свой собственный крем? При помощи бритвенного мыла, тогда вам точно понадобится такая кисточка. Далее в списке вещь, которые пользовались ваши дедушки, чтобы избавиться от всякого мусора. Липучка, ну, она может и сработает, но лучше замените ее на хорошую щетку для одежды. Потому что, когда вы возьмете себе хорошую щетку для одежды, вы не просто избавитесь от ворсинок. Вы также сможете вычищать всякие крошки от еды и соринки после рабочего дня. Ей можно чистить рубашки, штаны. Такая щетка спасет вашу одежду. И давайте поговорим о бритвах. Ваш прадед заплакал бы, если бы увидел, что вы пользуетесь такой вот бритвой. Он бы диву дался, как эти 15 лезвий вообще работают. Но суть в том, что такая бритва вызывает кучу раздражений и жжения. Может, вам хочется попробовать одинарное лезвие? Не обязательно пользоваться опасным лезвием. Оно известно своей репутацией разрезания горла. Ей нужно уметь бриться. Но вы можете начать с безопасной бритвы. Эта классика уже давно существует. А для парней, у которых проблемы с кожей, такое лезвие может упростить процесс бритья. А в долгосрочной перспективе оно очень экономичное. А что насчет правил этикета из прошлого? Стоит ли следовать тем манерам в современном мире? Я затрагиваю этот вопрос в данном видео, друзья. В нем я обсуждаю, каким правилам этикета пора исчезнуть, каким нет, так что переходите на это видео, думаю, вам понравится.